Занимательный русский язык 12+. Здравствуйте, дорогие читатели детской библиотеки Сарова, а также все, кто хочет говорить и писать правильно. В предыдущем подкасте я задала всем моим слушателям лингвистическую задачку. Я просила подобрать полногласные пары к словам сладкий и влага и неполногласные к словам борода и ворона. Теперь, как и обещала, мой ответ. Некоторые неполногласные формы оказались настолько активными, что полностью вытеснили старые русские формы с полногласием из русского языка. Так, например, вместо исконно русских слов веремя, верет, хоробрый, в современном русском языке употребляются старославянские по происхождению время, вред и храбрый. То же самое произошло со словами сладкий и влага. Мы уже не говорим слово солодкий, но есть такое растение, корень которого имеет приторно сладкий вкус. И называется оно, как вы уже наверняка догадались, солодка. Вот они, следы полногласного русского слова солодкий. Что касается слова влага, то полногласие сохранилось в названии города Вологда. Хотя смысловые связи названия города со значением слова давно утрачены. Лишь специалисты понимают, что название город получил за то, что стоит на влажном месте. Теперь о слове борода. Слова борода в русском языке нет. Хотя в болгарском, сербском, хорватском языках это слово звучит как борода. Но я думаю, все дети знают песенку «Лев и бордобрей» из фильма про Мэри Поппинс. Да, слово бордобрей, обзначающее профессию человека, который умеет стричь бороды, почти устарело, но оно все же есть. И последнее слово – ворона. Подбираем родственные слова. Воронье, ворон, вороний, вороной. Но если подумать, то все – вороны, вороны, а это разные птицы, да еще к тому же – грачи, галки, сойки, сороки, кукши – относятся к семейству врановых или вороновых. Врановые – вот вам и неполногласная пара. Таким образом, если принять во внимание наши маленькие открытия, мы смело можем сказать о полногласных и неполногласных парах ОЛО-ЛА, ОРО-РА. В этих словах и о том, что в корнях борода и ворона, мы смело можем писать сочетание ОРО. И уже не нужно проверять написание этих слов в орфографическом словаре. А теперь новая злободневная, на мой взгляд, тема – про описание падежных окончаний прилагательных. Но сначала маленькая история из практики. В одном диктанте большинство пятиклассников из одного класса Н написали так. Я прочитаю, как было написано. «Большого слона, синего неба, красивого дома». Молодая учительница пришла в ужас. Дети у полных прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже пишутся окончания ОГО и ЕГО. Запомните это. Дети запомнили. И в следующем диктанте все как один написали ДЕРЕГО, перепутав существительное с прилагательным. Давайте разбираться вместе, почему мы вынуждены так писать. Что обозначает буква Г в русском языке? Явно, ясно, что звук, фонему Г в сильной позиции. Город, нога, луг. Но есть случай, когда буква Г обозначает совсем другой звук, другую фонему В. Речь как раз идет об окончаниях, падежных окончаниях прилагательных. ДОБРОГО, СИНЕГО. Как случилось, что в этом окончании буква Г выполняет несвойственную ей роль? Обратившись к слову о полку Игореве, мы видим, что в древнем русском языке окончания эти были другими. Вот послушайте. Почнем же, братья, повесть сию от старого, Владимира до нынешнего Игоря. Старого, нынешнего. Да, в древнерусском языке все логично. Согласный звук в сильной позиции фонема Г обозначается на письме буквой Г. Затем в результате ряда фонетических изменений вместо Г в этих словах стали произносить В. А писать мы продолжаем по традиции старую букву Г. И ни одна реформа орфографии, а их было немало, не изменила этого. Поэтому, дорогие друзья, запомните, что в родительном падеже единственного числа у полных прилагательных мужского и среднего рода, а также местоимений пишутся окончания ОГО, ЕГО. Главное верно определить часть речи. Ну, на этом сегодня все. С вами была библиотекарь Чедаева Людмила Ивановна. Продолжение следует...